Мы говорили сегодня и, в общем-то, пришли к такому заключению, что семьи, конечно, они подвергаются, ну, такой некой давлению, некому давлению, атакам, не знаю, как угодно это можно назвать, но так или иначе, люди, которые могут сохранить семьи, держат семьи в своих руках, и семьи их живы, они это делают. Это не просто так, просто случается и все, это на самом деле все происходит, потому что они прилагают к этому усилия и молятся, конечно же, вместе. И мы будем молиться сейчас. У меня единственная просьба к вам, дорогие наши зрители, пожалуйста, не будьте наблюдателями, будьте молитвенниками, молитесь вместе с нами. Если вы можете молиться вслух, молитесь, не можете, присоединяйтесь к молитве в своем сердце. Наталья, давайте вы начнете, да, Александр продолжит, и я завершу. Дорогой Господь, слава тебе, слава тебе, Отец Небесный, слава тебе, слава тебе за то, что есть Слово, которым мы можем назидаться каждый день, потому что это действительно духовная пища. И точно так же, как мы едим каждый день, нам нужно питаться от Слова Твоего, и ты будешь открывать все новые, новые, новые возможности, Господь, ты будешь нас взращивать, Господь. Я молюсь сейчас, в первую очередь, за каждую женщину, которая слышит нас, которая видит, Господи, благослови. В наших женских руках столько мудрости просто уходить и все, все свои проблемы отдавать тебе, Господи. Отдавать тебе, Господь, и уже успокоенные тобою мы будем разговаривать с нашими мужьями совершенно другим языком, Господь. Господи, благослови. Я так же молю тебя за этих мужей, Господь. Ты коснись их, коснись Духом Твоим Святым. Ты сам откройся им, Господи, через Слово Свое, через друзей, через приятелей, может быть, через проповедь, а может быть, действительно, через эту передачу, Господь. И тогда Он будет свидетельствовать о славе Твоей. Слава тебе, Господи. Аминь. Дорогой Господь, слава и хава тебе, отец Небесный. Господи, ты видишь, что происходит в мире, Господь, с семьями. И поэтому я просто прошу тебя, отче, Алла, отче, поставь свою защиту, Господь, над теми семьями, которые любят тебя. Поставь над теми семьями, которые еще не знают тебя, Господи. Ибо ты, Отец Небесный, для всякого мужа, ибо сказано, ты для всякого мужа являешься Богом. Поэтому, Господи, спаси и сохрани нас от всякого зла. Поставь свою духовную защиту. Дай ангелов твоих, Господь, чтобы никакое гнилое Слово не могло проникнуть сквозь Слово Твое, Господь, и коснуться этих семей. Я просто во имя Иисуса Христа ставлю эту защиту, верю, что ты совершишь. Отдаю это в твои святые руки и провозглашаю твою полную победу Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогой Небесный Отец, спасибо тебе за твою любовь. Спасибо, что мы можем называть тебя именно Отцом. И это так важно. И так здорово, что в семье и в наших семьях есть Отцы. Мы молимся сейчас за семьи, мы молимся за отцов, за матерей, за сынов и дочерей, мы молимся за узкие семьи, когда мама, папа, сыновья, дочери, и за расширенные, за целый род, за теть, за дядь, за бабушек, за дедушек. Мы молимся, Бог так придумал, что семьи это как колено, это как поколение, то, что объединяет друг друга. Мы молимся за вас сейчас, мы молимся о божественной защите, о том, чтобы никакие духовные атаки не проникали в вашу семью, не сажали семена раздора, семена неприятия, семена непрощения. Во имя Иисуса Христа мы молимся о том, чтобы благодать Господа Иисуса Христа была в вашей семье, чтобы любовь Божья всегда была основным критерием, основным маяком вашей жизни, в вашей семье, во имя Иисуса Христа. Мы молимся сейчас за те семьи, которые проходят непростое время. Может быть, в вашей семье произошла трагедия, может быть, измена или предательство какое-то, или еще что-то, и вы, являясь мужем или женой, и вы переживаете, что вас предали, что вас подставили, что вас обманули, что как будто бы надежды разрушены, как будто бы все хорошее, что было до этого, разрушено в одну секунду. Мы молимся сейчас за вас, мы молимся за ваше сердце, чтобы утешение Божье пришло в вашу жизнь, пришло в ваш дух, в вашу душу, и чтобы раны вашей души, чтобы они были сцевены прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Мы молимся о том, чтобы мудрость Божья была на вас, чтобы мудрость, сходящая с небес, которая чиста, мирна, которая добра, чтобы эта мудрость, она была в вашем сердце. Как поступать, как двигаться дальше, что делать, какие слова говорить, какими молитвами молиться. Мы молимся и благословляем вас во имя Иисуса Христа. Мы молимся за вашу семью, мы молимся, чтобы Божья воля исполнилась в вашей семье во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Мы молимся сейчас за те семьи, если вы пережили какое-то падение, и в вашей семье ваш супруг или супруга, они отвернулись от Бога, они просто поставили как будто бы на этом крест, и на служении, и на церкви, и на своем посвящении Богу. То, как они раньше двигались за Богом, шли за Богом, этого сейчас и близко нет. И мы молимся за вашу семью, мы молимся за ваши отношения сейчас во имя Иисуса Христа. Также пусть Божья благодать будет в вашей семье, пусть Божья любовь будет в вашей семье. Мы молимся, чтобы Бог показал вам духовные шаги, духовные ступеньки, как идти, куда идти, в какое направление выбрать. Мы молимся во имя Иисуса Христа и благословляем вас, благословляем вашу семью. Пусть исцеление придет в вашу семью во имя Иисуса. И я молюсь о том, чтобы сейчас Бог показал вам ту, возможно, ложь или ошибки, в которые вы поверили. И это привело к таким последствиям сейчас. Я молюсь, чтобы вы увидели истину, как Бог на самом деле смотрит на вас, на вашу семью, на вашего супруга. И чтобы вы держались истины и не сворачивались в нее ни вправо, ни влево. Пусть истина будет вашим основным ориентиром во имя Иисуса Христа. И пусть Бог поможет вам, и пусть Божья сила будет с вами. Писание говорит, Иисус сказал, что я с вами во все дни до скончания века. Он с нами, Он не ушел. Его не нужно искать где-то далеко. Он внутри вас. Он внутри вашего сердца. Мы знаем, Писание говорит нам, что Он говорит, я поселюсь в них и буду ходить в них. Я буду в их сердце. Это Бог страстно желал, сильно хотел. И Он это сделал через Иисуса Христа. Поэтому сегодня, когда вы пытаетесь найти Бога где-то, и пытаетесь убежать на край земли, едучи на конференции, на служение и так далее, послушайте, в один момент остановитесь и найдите Бога внутри себя. Услышьте Его нежный голос внутри себя. Так же, как мы читаем, что будет гром, будет ветер, но в вене тихого ветра. Это там, это внутри нас. И каждый раз, когда мы обращаемся к Богу, согласитесь, мы встречаемся с Ним именно внутри себя. И переживаем мы Его внутри своего сердца. И мы молимся сейчас за вашу семью, чтобы это вене тихого ветра было в вашей семье. Чтобы это познание Бога было в вашей семье во имя Иисуса. Чтобы ваши дети знали Господа. Чтобы ваши бабушки и дедушки, папы и мамы, братья и сестры, тети и дяди, все двоюродные, троюродные родственники, чтобы они знали Бога. Мы молимся за вас и благословляем вашу семью. Мы благословляем ваш род во имя Иисуса Христа. И да будет вся честь и слава нашему Господу во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Аминь.